Перед тем, как начнется охрененный ролик, я бы хотел вам порекомендовать сервак Калининград РП. Здесь можно подняться за любую из профессий, если знать правильный подход. И каждая из профессий уникальна по-своему, так что заходи и проверяй. Субтитры сделал DimaTorzok То вы, наверное, смотрели мой видосик, где я впервые там кого-то снимал с админки и наказывал. Ну а если вы не смотрели, то сейчас у вас тут вылетит название видео и его обложка. Вы можете потом поискать на канале, открыть, посмотреть и уже понять в чем дело. Давайте такое небольшое предисловие. У нас был администратор Картоха. Вы его все помните по первой части проверки админов на моем сервере. Так вот, за то, что он нарушал и прикрывал друзей, я его снял с администраторки, а также вообще просто забанил к чертовой матери. Вместе с его другом, которого я забанил на перманент. У каждого из них был охрененно донатный аккаунт, у каждого из них были охрененно донатные пушки, скины донатные. То есть они вбахали на сервак немалое количество денег. Вот скажите, ребята, в комментариях ответьте, стали бы вы сливать такой донатный аккаунт? Там был дезерт игл, там был дробовик, там были скины, там было все абсолютно практически. Стали бы вы сливать такой аккаунт просто для того, чтобы пофаниться где-то минут 5-10-20. Отпишите об этом в комментариях, мне интересно это сейчас прочитать. Так вот. Плюс ко всему, у них был знакомый администратор, который до сих пор не суетел с администраторки, он не играл долгое время. Может быть кто-то еще его помнит, сначала кайф лайф рп, его ник вирус. Я вот его помню как хорошего администратора, если честно сказать, несмотря на то, что он там устроил на серваке, вы это увидите позже. Я его помню как хорошего администратора, который очень много работал в свое время, я его помню один раз наказал даже, он должен был дохрена жалоб разобрать, он их разобрал. Он, конечно, охренел от нагрузки, но потом усвоил урок, потому что мы ему дали нагонять. Ну а за что дали мы ему нагонять, это уже другая история, которая была в 18-м году летом. Так вот, казалось бы, хороший администратор, который себя тоже хорошо проявлял, оказался крысой, ну вот серьезно. Я не буду сейчас сидеть вот это вот бомбить на микрофон, кричать, вот этот, знаете, как любит ваш Владислав любимый, просто орать как дебил в микрофон, там материться. Откровенно говоря, вирус просто оказался крысой. Абсолютно такой же, как и картох. В общем, к делу. Я сидел просто на ютубчике, смотрел ролики, в ВК копался, музыку слушал, и тут я смотрю, в беседе у нас срач начался. Один из наших администраторов пишет то, что бывший администратор, картоха, кролик, а также вирус, начали рдмить на сервере и сажать всех в джайл. Понимаете? Я, естественно, как и любой нормальный администратор, решил зайти на свой же сервак и угомонить дебилов. Вы скажете, ну, он начал там чё-то творить, херню зашёл, ты его угомонил, и дальше что? А дальше я просто зашёл и их угомонил, но прикол в том, что они просто переджалили весь сервак. Ключевое слово, переджалил, а не перебанил, потому что перебанить бы они бы не смогли в любом случае. Они просто засали, они знали то, что они просто не смогут этого сделать. Самопис, привет! Поскольку ущерб, в принципе, небольшой был нанёсён серваку, там два человека всего лишь забанили, не знаю, каким хером, но забанили всё равно. Остальных ребят они просто переджалили, и там просто тупо, ораво сидит ребяток в джайле и орут, помогите, вытащите нас из джайла. Здорово, пацаны, сейчас освободим вас, сейчас всех анжалить будем. Стаскивай на сайте! Давай! Вот он наш партийский! Начинай! Ура! Какие-то наши правила? Не использовать команды, не за дебилов правила. Нормально. Нормально. Охуенно, конечно. После того, как я их всех перебанил, они решили со мной связаться по Дискорду и поговорить, задать несколько вопросов и всё тому подобное. Сказать, что я экстрасенс, сказать ровным счётом, ничего. Не знаю как, но я уже сразу, в принципе, понял, о чём они будут меня спрашивать. Вопросы, касающиеся имбалансного, в кавычках, доната и его ценообразования, распущенности администрации, почему того кикнул, почему этого кикнул, вы не следите за сервером и всё тому подобное. Так, ладно, мне сейчас они будут звонить, вот эти забаненные идиоты. Я их послушаю как раз. Всё, я застрял, я застрял сейчас. И пока я не скажу, что вам раздрался. Близер, смотри, тебе просьба, пока я буду не заниматься админской деятельностью, ты по админе с жалобой разбирай. Пизда. Добрый вечер. Добрый вечер. Чё звали? Это, я так понимаю, почти все бывшие админы? Которые из них? Нарушители всем. Лидя, в том числе, да, да. Лидя, в том числе, что вы хотели. Я представитель РДМского караула Кайфлайфа. Ты нас забанил сегодня же. Я рад, дальше что? Ну всё, дальше. В мирус, мы говорим. Дальше говори. Не, ну я просто... Вы позвали, может, что-то хотели сказать, но говорите. Да, я очень признателен тебе. Ты хороший ютубер, но очень плохой серверс держит. Угу. Угу. Хорошо, дальше что? Паса, зачем? Хотя бы Кайфлайф не довели до нормального уровня, уже классик Лайф. В смысле не довели до нормального уровня? Я вообще не понимаю. Не понял. Ну, просто... Донат, дисбаланс. Донат, дисбаланс? Почему донат должен быть равен обычным оружиям? Отсюда вытекает вполне резонный вопрос. Почему донат должен быть таким прям вот сбалансированным, чтобы он не вызывал никакого дисбаланса? За что тогда будут платить игроки, которые покупают эти донатные оружия? Я просто не понимаю. Отбалансить все донатные оружия, и просто их смысл теряется. И по сути, мне про имбалансный донат затирает человек, который сам играет с этим имбалансным донатом. Что с этим не так? Да и вообще, по сути, я король, и я сам решаю, что ставит на мой сервер, и по какой цене, и какой урон этому ставит говну. Будут мне еще псы-шелудивы, как бы указывать, что мне делать на моем же сервере. Ну, а если вы хотите именно баланса, где донат не решает, и где не донатная помойка, то вы можете пойти на Classic Life. Айпишник там тоже присутствует в описании. Заходите. Там нету таких огненных пушек с уроном, гаусса, вп, и всем того подобного. Там чисто классическая арпед, вы просто заходите, и играете за нужную вам профессию. Есть, конечно, там вейпер, вы можете просто провести за него время. Но таких вот прям нереальных аспектов игровых по типу огненных стволов, нереальных профессий не существует там. А я не говорю, что прям впритык и равен. Но он настолько доната в 100 миллионов. Какой 100 миллионов? Ну, либо донат можно купить за реальные деньги, либо за поинты 100 миллионов. 100 миллионов ты не заработаешь. Тем более эти деньги там... Сейчас гляну. Вот эти 100 миллионов, это далеко не 100 миллионов. Там еще больше нолей прописано. Потому что донат, то есть донат, ты его вот указарял. Еще такие вопросы. Я просто не пойму, вы меня позвали, я зашел, там перебанил некоторых, убрал ребят с джайла. Не довели до нормального уровня. Ну, вы же не забанили весь сервер. Да это плиз, ахунат. Ну да, на другом бы сервере вы перебанили бы сервер. Да не, мы просто его в дискорд добавили, потому что он... Да, при чем тут это? Вот, только что говорите про то, что сервер нормально урони не довели. Но система бы, вам не дала бы перебанить весь сервер. Разве? Ну это да, мы знаем. Да, мы знаем то, что мы обосрались, когда хотели перебанить весь сервак, но мы поняли то, что система самописная нам не даст этого сделать, но вы все равно не довели сервак до ума. Нормас. Видишь? Самопис. Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Но потом вдруг их удивило не то, там почему на сервере донат и все тому подобное, на их удивило то, почему я так спокойно на это реагирую. Почему, когда я не зашел в дискорд, я сходу не начал их поливать говном, оскорблять и кричать на них? На самом деле, как-то удивительно. Думали, у тебя другая реакция будет. Какая реакция? Думал, я сейчас зайду в дискорд, буду вас всех говном поливать. Да, да. А, да не, не тот человек вообще. Мне как бы все равно, вы зашли там, коней пострадали, я людей зашел, убрал из бана, торрент еще поразбанивал. В принципе, дальше игра продолжается. тут как бы без комментариев, вы сами все услышали, что я говорил. Вот, просто интересно, вот сейчас уйдут админы, еще некоторые, я знаю, набирать просто такого, ну, а сейчас уйдут некоторые админы еще, я знаю. Люди уходят, люди уходят. Ну, да, понятно, но набирать просто такого будете, потому что даже сами, там, Руслан и Юра скидут постоянно, потому что какие-то неадекваты, постоянно заявка пишут. Ну, тут такой приступ ЧСВ, короче, у вируса, случился, он думал то, что он с картохой, незаменимые администраторы, которые лучше всех работают. Ну, конечно, отрицательный взятый, что он нормально работал, разбирал жалобы, но потом у него что-то в башке, там, моча ударило, он начал жалить, банить игроков, устраивать РДМ. Просто как-то странно получается, он так сказал, будто у нас 24 на 7, в заявках только отбитые наглухо ДЦПшники подают заявки в администратора. Получается, тогда и он, и картоха, тоже такие же отбитые ДЦПшники. Насчет вируса я еще не уверен, но картоха точно конченый. Не, ну, слушай, подают же люди нормальные заявки. Ты так говоришь, как будто у нас, не знаю, вот сейчас открыть обсуждение на Кайфлайфе конкретно, там где-то 600. Не знаю, посмотрите себе даже заявки вот эти в обсуждениях, там 600 заявок, там же не все пишут неадекватно. Каким-то образом же отбираются. когда летом открыл сервак, мне прям очень нравилось, там обменить хотел все, такое интересное было. еще и друг появился, который его сняли, и в итоге пошли вместе ходить. Нет, ты меня не забанил пермачом. Тогда бы не... Да нет, даже на самом деле не из этого, просто мне лично самому ну лично самому не нравится, это в принципе не повод портить игру на себя и другим людям. Тебе же конкретно сервер его создать тебе особо не нравится, а я плохой сервер-одержатель. А в итоге ты заставляешь других игроков, ну так сказать, страдать, там, игру чуть портешь. Но, возможно, так мы проявили твое внимание. Может ты что-нибудь обдуваешь? Да, какое-то внимание, пару кликов в консоли, плюс еще пару кликов в игре и все, вот ваше внимание. Но ты зашел к нам в дискорд. Мне интересно только послушать, что в этом будете говорить. Помимо вот этих претензий, там, донат и не могли сервер до нормального уровня довести, я уже больше претензий не слышу, не вижу смысла оставаться в дискорде. Хотя я на все претензии тебе ответил спокойно. А вот интересно, есть какие-нибудь проекты в будущем на кайф лайф? Как развивать собираешься? Это интервью уже какое-то или что? Да, да, да. Интервью говорят. это не интервью, вы же позвали просто там что-то узнать насчет сервера. Это уже предков. У вас там какие-то претензии были, типа, почему там сервер не развивается? Вы начинаете дальше вопросы какие-то перебирать, возможно. Ну, если честно, мы просто меня ждали такой спокойной реакции. Просто ждай, даже зайдешь, сразу поливали говно. ничего, долбоеба, получили кисто, и все такое. Граве, да, не, то есть на видео тебя чисто образ? Какой образ? Агра дотска какой-нибудь который чисто поливается говно. Я могу и сейчас спокойно поливать говно, значит, просто задненно если поливаю говном, то там есть за что поливать говно, а так зачем поливать говно? Ну зашли вы, потворили, получили пизды и все. Просто когда в прошлый раз было, когда я ржавил человека, ты более агрессивно вел. Когда вот сейчас мы допустим заердемили, сделали гораздо больше плохого сервера, и ты спокойно себя ведешь. А до этого ты как-то очень ну когда кролика ржавили. Когда помнишь пару дней назад? Тогда впервые уже реакция была. второй раз реагирует на дурачков. Слышь, 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 бля, стоп, ты же вот в хоррор... Бля, ёбаня, золотая. Ты же когда в хоррор играешь, игра уже наверное, ты вот проходишь на коридорный конь-то уровень по сюжету, он тебя раз, один раз напугал, второй раз он тебя уже не напугает, потому что тоже знаешь, что там было. Так же и с людьми, ты вот узнал, один раз человек понял, я типа такарю, дальше из разговора обычного это все перелилось плавно в клоунаду с расспрашиванием про правила, про то кого там сняли, за что их друга, не друга, за что, зачем, почему и все тому подобное. Я уже понял то, что по сути там ловить нечего, разговаривать не о чем и можно ливать. Попрощавшись, я ливнул, но когда я ливнул, я чуть пересмотрел запись, я понял то, что по голосу вируса он не хотел этого делать. Его либо взяли на слабое, его либо просто друзья там не знаю, зачмырили бы типа ты фу, ты лох, не пошел с нами ртмить и все такое. Он бы в любом бы случае остался у нас на администраторе, если бы так не поступал. Он уже по голосу понятно в момент разговора то, что он жалеет о том, что он вот это вот вытворял джайлил игроков, там, кого-то двух человек забанил. Есть также люди, которые делают что-то сознательно. Допустим, губка делает сознательно херовые обзоры на сервера. Допустим, тот же самый нефидодик делает сознательно говно видосы. Серьезно, хоть дизлайки ставьте мне насрать, я говорю как есть, и у того и у того контент дерьмо полное, никто его никак не улучшает и все тому подобное. Они это делают сознательно и просят за это какую-то похвалу, лайки и все тому подобное. Здесь это было сделано несознательно. Он просто теперь жалеет об этом. Пусть он там это отрицает, то что да нет, я вот просто рад то, что я зашел, я переджали у всех на кайф лайфе, да еще и двоих забанил, да я, да я же с пацанами РДМи, у нас там донатные пушки имбалансные были. Но все равно про себя он думает, какой же я даун, что согласился на эту херню. Вот сидел бы себе спокойно, разбирал бы жалобы, дослужился бы до топ-администратора бы получал админскую зарплату охеренную, просто бы проводил время на серваке. Да, кто до сих пор не знает, администратор у нас получает зарплату. Ну а те админы, которые очень сильно отличились, они получают купоны на донат. И купоны, кстати, охеренно большие. Какой типа урок с этого ролика, там заключение, должно быть там какое-нибудь наставление от меня в конце ролика? Да его нету попросту, я вон заснял, как на моем серваке просто слили админку, я вам объяснил, что да как, как я вам показал, что, зачем, почему. Извлекайте из этого урок для себя саль. У вас в конце концов башка на плечах есть своя, и в ней по-любому маленький, немаленький мозг должен быть. Так что думайте сами, стоит ли так поступать, будучи администратором на сервере уже ни много, ни мало, полгода. На этом мой ролик заканчивается, если он вам понравился, то стоит поставить лайк. Изначально я думал эту серию отнести к проверке администрации, но потом я просто решил сделать как отдельный ролик. Можете там подписаться на группу ВКонтакте, в ней будут сейчас проходить розыгрыши разных игр в стимовских. Каждую неделю-две я буду пытаться разыгрывать игры и разыгрывать их буду на своих стримах. Очень-очень сильно рекомендуйте перейти в группу прямо сейчас, потому что сейчас там может быть уже идет розыгрыш, а ты в нем до сих пор не участвуешь. Выбирай, что лучше участвовать в розыгрыше или крутиться как пропеллер.